Глава уважаемые коллеги, к сожалению, осложнения во время анестезии они были, будут и их можно только уменьшить, зная патогенез их развития. Если мы с вами посмотрим на количество, количественную цифру летальности, то она за последние 60 лет значительно уменьшилась и на сегодняшний день составляет где-то порядка 4 сотых. Осложнения, которые возникают в сердечно-сосудистой патологии, встречаются при общей анестезии до 1,4 в случае на 10 тысяч, а при регионарных видах анестезии цифра может увеличиваться в 4 раза до 6,4 на 10 тысяч. Хотя существуют различные статистики, которые говорят о некоторых иных цифрах. Осложнения чаще встречаются в 8 раз у лиц с высокой степенью риска по классикации ОСА. И в то же время нужно сказать, что до 50% осложнений или критических инцидентов является на сегодняшний день предотвратимыми. Увеличивается количество пациентов, которые оперируются с выраженной сердечно-сосудистой патологией, и летальность у этих пациентов выше практически в 10 раз, чем летальность у других контингентов пациентов. Причем обратите внимание, что на сроки после операционных кардиальных осложнений возникают не только во время нахождения пациента в реанимации, но зачастую при переводе из отделения или даже уже в момент близкий к выписке или на этапе выписки. От 50% до 96% критических инцидентов не регистрируются. Я думаю, что в нашей стране точно такая же цифра, поэтому говорить о истинных процентах осложнений на сегодняшний день чрезвычайно сложно. И таким как бы парой признакам этих осложнений может явиться данные судебно-медицинских экспертиз или различные юридические аспекты, которые сегодня будут рассматриваться во второй половине. Обратите внимание, как увеличивается число судебно-медицинских экспертиз с претензиями к медицинским работникам, в том числе и к врачам-анестезиологам. Если посмотреть на структуру дефектов анестезиолого-организационной помощи, речь идет о городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вы увидите, что практически 90% это либо дефекты лечения, либо это организационные дефекты. Причины дефектов анестезиолого-организационной помощи по материалам комиссионных экспертиз тоже довольно интересны. Обратите внимание, что неправильное проведение оказания лечебной помощи касается практически 75% в случаях всех экспертиз. В то же время то, что казалось бы очень относительно, конечно, легко предотвратить было бы, это несоблюдение этики и дентологии. Обратите внимание, почти 10% случаев. Дефекты лечения при проведении и оказании анестезиологической реанимационной помощи по нашему городу, обратите внимание, это почти 70% дефекта при обеспечении проходимости дыхательных путей, и достаточно большая цифра – это несоблюдение протокола сердечно-легочной реанимации. Интересно сравнить, какие же ошибки у нас и какие в следующей слайде будут ошибки у наших коллег за рубежом. Обращаю внимание, что дефекты лечения в основном у нас по городу, но, наверное, скорее всего, и по стране можно экстраполировать эти данные. Это манипуляция при нарушении проходимости дыхательных путей и также несвоевременное начало или нарушение правил сердечно-легочной реанимации. В то же время, обратите внимание, осложнения, вот иски, которые, причины исков у анестезиологов зарубежных, в основном они связаны с нарушением технических каких-то выполнений, ну, в частности, вы видите, травма зубов. А у нас, еще раз хочу обратить внимание, в основном это нарушения, связанные с выполнением протоколов той или иной манипуляции. Человеческий фактор, как причина, вот уважаемый доктор Фидель Баишев, мы гостеприимно вам отдали почти 90% тех осложнений, рассказать, которые встречаются на себя, более скромно взяли 10% остальных, связанных с манипуляционными осложнениями, с лекарственными или с техническими осложнениями. Какие есть осложнения и пути их профилактики? Если мы говорим о нейроксиальных блокадах, то статистика, которая была показана в исследовании АОРОЯ, очень много критики в последние годы на эти статистики, но, должен сказать, ничего более лучшего, в общем-то, на сегодняшний день исследования проведенного не было. Если мы посмотрим на эту статистику, то увидим, что количество осложнений-то, связанных с нейроксиальными блокадами, не такое уж и большое, да, и как это вот статистические данные, в какое противоречие входят со вторым слайдом, который я показывал в самом начале лекции. Но здесь обращают внимание следующие, вот эти две цифры, асистолия и смерть, вот это вот возникало у молодых здоровых людей, преимущественно мужчин, спортсменов. Действительно небольшое количество, как посмотрим на этом слайде, неврологических осложнений официально, но, с другой стороны, я хорошо помню, как мне говорил учитель, если возникает осложнение неврологического плана, то они, как правило, на глазах у общества. Поэтому мы зачастую слышим такие фразы от наших пациентов, нет, я отказываюсь от какого-то вида нейроксиальной блокады, потому что это угол спинной мозги и тому подобное. Осложнение неорсиальных анестезий чаще все-таки возникает, по всей видимости, при спинальной анестезии в сравнении с эпидуральной анестезией, и чаще всего это артериальная гипотония, брадикардия, также послеоперационная тошнота, а рвота, может быть, и синдром после постфункционных головных болей. Надо сказать, что основными предикторами артериальной гипотонии и брадикардии является на сегодняшний день превышение сенсорного блока выше пятого грудного дерматома и уровень пункции выше третьего-четвертого промежутка. Поэтому давайте с вами посмотрим, какие возможности есть коррекции гипотонии на сегодняшний день. Можно долго спорить либо симпатой меметики, либо инфузионной терапии, но чаще всего на сегодняшний день это симпатой меметики, вазопрессованные препараты и инфузионная терапия, а также методики, которые ограничивают уровень симпатической блокады, в частности, сидельный блок, для которого используются малые дозы гипербарического местного анестетика, экспозиция времени нахождения пациента 15 минут, и обратите внимание, скорость введения крайне медленная, которую не любим в практической анестезиологии из-за опасности дислокации иглы из субрахнодального пространства. С другой стороны, обратите внимание, коллеги, что при медленном введении, вот эта экспериментальная работа нашего коллеги, доктора Лахина Романа Евгеньевича, медленное введение раствора местного анестетика, оно способствует унолатеральному распространению, в отличие от формирования вихревых токов, которые возникают при большей скорости введения анестетика. Довольно эффективное использование односторонней унолатеральной спинальной анестезии, в частности, приводится клинический пример остеосинтеза в условиях спинальной анестезии у пациентов старческого возраста. Это используется для этой методики гиперборический буповикаин, малая доза, хорошо использовать. Но тут надо сказать, что это, конечно, прерогатива наших зарубежных коллег, фентанил, как мы потом будем говорить, интеротекально использовать в нашей стране нельзя. Модификация этой методики приводит к тому, что уровень сенсорного блока, с одной стороны, достигает более высокого уровня, а с другой стороны, более медленного уровня. В последующем уровне будут выровнены, но тот временной фактор, который есть у анестезиолога, он позволяет провести мероприятия, которые могут помочь избежать гипотонии. Когда мы используем гиперборический раствор, и пациент находится в положении сидя, а потом мы пациента сразу же укладываем на операционный стол горизонтально, гиперборические растворы начинают спускаться и переходить к грудному кифозу. Таким образом, распространение местного анестетика достигает 7-5 грудного дерматома, что способствует также развитию гипотонии. Казалось бы, определить уровень пункции достаточно просто. В свое время мы получили очень оптимистичные результаты. Зарубежные коллеги, в частности, Рейнлс дают цифру не 41, а 65%. Тогда, когда анестезиолог ошибается вне зависимости от положения сидя или лежа в уровне определения пункции. Как правило, эта ошибка, видите, смещена вверх. И мы думаем с вами, что производим пункцию на уровне 2-3, а на самом деле это уже уровень более высокий. И таким образом изначально уже предрасполагается высокое распространение симпатической блокады. Почему это происходит, видно на этом слайде. Ну, во-первых, рейнлогически линия тюфье, верхней ости подвздошных костей, она от мужчин и женщины отличается не только по гендерному признаку, но и по уровню отхождения этой линии. И когда так называемая жирная кожа, когда мы ищем верхние ости подвздошных костей, пальпируем их и пальчики автоматически у нас соскальзывают, то вот это вот как раз линия ошибки, которая происходит при определении линии тюфье. Перфорация твердой мозговой оболочки. Чаще всего она возникает и по понятным причинам в акушерстве. Чем она опасна? Конечно, возникновение головных болей до 75%, но в первую очередь неправильная дифференциация возникшего осложнения и введение интеротекально всей дозы для эпидуральной анестезии – это опасность развития так называемой бульварной грозы и развития клинической смерти. Как избежать? В данном случае есть варианты – это аспирационная проба. Аспирационная проба, получаем ликвар, с другой стороны, можно ввести тест-дозу. И дальше тактика врача следующая. Либо мы эпидуральный катетер с вами оставляем и ведем как продленную спинальную анестезию пациента, либо мы отказываемся от этого уровня пункции, производится вкол на два уровня выше, из-за введения катетера в краниальном направлении, либо мы переходим на общую анестезию. Вопрос – когда убрать эпидуральный катетер? Если мы эпидуральный катетер убираем сразу же, то вот этот процент у нас будет налицо. А если мы эпидуральный катетер сохраняем до 12 часов, по данным литературы, считается, возникает асептическое воспаление и перфорционное отверстие закрывается быстрее, и головные боли практически в 10 раз, риск возникновения их меньше. Одна из причин перфорации внутренней лиско-твердой мозговой оболочки – наличие в ряде случаев незаращения по средней линии, по средней линии желтой связки. И если используется анестезиологом не классическая методика Делиотти, при которой постоянно происходит давление на поршень шприца, мы можем с вами пройти этот участок и не заметить его, оказаться уже непосредственно в субархнодальном пространстве. А если мы посмотрим на этот слайд, обратите внимание, уважаемые коллеги, до 30% случаев возникают случаи, когда происходит незаращение желтой связки по средней линии. Хотелось бы остановиться еще на таком моменте, как зоны безопасности, под которыми поднимается зона безопасности при пункции эпидурального пространства, под которыми поднимается расстояние от дистального отдела иглы до внутренней лиско-твердой мозговой оболочки, создана специальная формула расчета зоны безопасности, по которой удалось создать номограммы зон безопасности при использовании различных игл. И обратите внимание, что для практического врача дают эти номограммы. Во-первых, риск повреждения внутренней лиско-твердой мозговой оболочки, в отличие от того, что пишется в литературе, как правило, выше при поясничном уровне пункции. И кроме того, чтобы увеличить зону безопасности, нужно максимально краниально направлять из всех возможных вариантов, которые дает межассистный промежуток и педуральный углу, чтобы увеличивать зону безопасности. Были созданы также и зоны безопасности для расчета зоны безопасности для парамедианного доступа. Формула очень сложная, но я сразу хочу сказать, что нам помогали ее создавать сотрудники Кафера физики Большого университета. И получены более очень интересные результаты. Оказывается, при использовании парамедианного доступа зоны безопасности, а следовательно, повреждения внутренней лиско-твердой мозговой оболочки практически в 2-2,5 раза выше, как на грудном, так и на поясничном уровне при парамедианном доступе. Существуют на сегодняшний день специальные аппараты, которые позволяют идентифицировать эпидуральное пространство. Схожий аппарат совсем недавно был создан коллегами из политехнического института, но он, как и представлен iPad, на территории Российской Федерации они не зарегистрированы. Этот аппарат рассчитывает, измеряет, мониторирует давление в игле, так называемая аудиографическая регистрация тканей, тест-сигнал, дальше начало пункции и повышение сопротивления, максимально высокое достижение желтой связки и потом обвал этого сопротивления мы находимся в эпидуральном пространстве, но, возможно, мы находимся и в какой-то другой полости, скажем, в полости венечного сустава. Частота возникновения эпидуральной гематомы, как видно из представленного слайда, она выше при использовании эпидуральной анестезии, действительно, калибр иглы, он больше в сравнении со использованием спинальной иглы, но использование гепаринотерапии уже резко повышает те цифры, которые без гепаринотерапии образование гематом, а нужно сказать, что число пациентов, которые получают дезагреганты того или иного класса, их становится все больше и больше и будет больше и больше, поэтому единственный вариант, который есть у анестезиолога, тут немножко неудобный слайд, но эта презентация будет в доступе, вы можете ее скопировать, поэтому мы все-таки решили более полную табличку отразить здесь. Существуют специальные протоколы, которые говорят о том, когда можно производить пункцию, когда можно производить удаление катетера в зависимости от проведения той или иной терапии, использование фракционированной, нефракционированной гепарина для лечебных, профилактических доз и ряда других препаратов. Придерживаясь этого протокола, мы можем добиться уменьшения риска возникновения гематом. Возникновение системных токсических реакций в анестезиологии описано, и это небольшая редкость. Чаще всего возникает это при проводниковой анестезии. Говоря о нейроаксиальный блокад, чаще всего это ошибочное введение эпидурального катетера внутрь сосуда. Как дифференцировать, что мы находимся внутри сосуда, это аспирационная проба, но резкое разрежение приводит к спадению в ряде случаев эпидуральной вены, и мы не получаем с вами, непосредственно не аспирируем кровь. Как бы и в таком случае. Существует тест-проба введения адреналина в катетер в дозе 0,1 мг и регистрация эффектов при помощи пульсоксиметрии и ЭКГ. Это позволит нам определить непосредственно, что мы находимся внутри вены. Узлообразование. Крайне редкое, совсем недавно говорили о осложнении, но работа Холлмана указывает на то, что это не такое уж и редкое образование. Если мы с вами посмотрим данные интернета, за последние 5 лет судебных дел в отношении анестезиолога возбуждено по поводу узлообразования, частота этого осложнения находится в первой пятерке всех осложнений. У нас, во всяком случае, вот есть 4 наблюдения, которые были по городу Санкт-Петербургу, и обратите внимание, и, кстати, во всех случаях были судебные издержки, и здесь нужно сказать о следующем. То, что в литературе пишут, что образование узла может быть от 1 до, даже от 1 сантиметра при заведении катетера, разрешается вводить безопасно до 5 сантиметров, я должен сказать, что большое количество экспериментов провели, более 700 исследований экспериментальных по узлообразованию эпидурального катетера, и вот видно по схеме узлообразования, конечно, 1 сантиметр заведенный катетер, да и 5 сантиметров заведенного катетера никогда не даст узел. Дело в том, что когда мы удаляем иглу, то мы досылаем, чтобы не вышел катетер, мы досылаем одновременно катетер в глубину ткани, в глубину эпидурального пространства. Эпидуральная игла является прекрасным проводником не только тогда, когда находится в эпидуральном пространстве, но и когда уже игла вышла в связке. И здесь автоматически заводится катетер глубоко. И в экспериментах мы посмотрели от 8 до 10 сантиметров. В жизни, как мы поступаем, когда мы видим, что глубоко находится катетер, мы аккуратно, очень медленно подтягиваем этот катетер. И вот в этот момент как раз та петля, которая может образоваться, к сожалению, не очень хорошо видно, вот это тоже исследование, регионологически еще сделано было больницей Мишникова, она в этот момент распутывается. А вот если, как мы иногда бываем, или наши коллеги на отделении, когда переводятся, пациенты резко начинают удалять этот катетер, потому что нам не нужно уже, чтобы он находился в эпидуральном пространстве, то в этот момент как раз может и произойти узлообразование. Вот те препараты, которые можно использовать и разрешается использовать на территории Российской Федерации интеротекально и эпидурально. К сожалению, ошибка всегда связанная с усталостью, отсутствием двойного контроля она может быть. Введение в мире локсантов в эпидуральное пространство, как можно было бы вести эфир, сказать очень сложно, но работа, вот видите, 1991 года, к счастью, все закончилось благополучно, а в данном случае введение тронексамовой кислоты, которая очень похожа была на ампулу бупивокаина, закончилась летальным исходом. Но вот здесь всегда очень важно не посыпать голову пеплом, а принять какое-то административное решение, через полгода выпускается совершенно другого вида ампулы. Осложнения при общей анестезии мы с вами говорили, что чаще всего они связаны с нарушением проходимости дыхательных путей, особенно с дефектами прямой лярингоскопии и интубации трахеи до 70%. Частота трудной интубации встречается в ряде случаев до 4% случаев. Невозможность интубации 1-3 случая на 10 тысяч. Частота аспирации, возможно, 1 на 2 тысячи случаев. Частота когнитивных расстройств – это серьезная проблема. На сегодняшний день описывается, что она может возникать до 26% случаев. Мы просто это не регистрируем. Причем у 1% пациентов сохраняется она длительное время, год и более. Переоперационная делирия наблюдается у 14% пациентов. Эта цифра повышается до 40%, когда пациент находится длительное время, особенно в интенсивной терапии, и резко увеличивается у лиц пожилого возраста, старше 75 лет. Нарушение мозгового кровообращения по данным литературы может возникать в ряде случаев до 3%, а у пациентов, которые оперируются на голове и шее, эта цифра достигает 5%. Частота анафилактической реакции, с одной стороны, истинная анафилактическая реакция, невысока, расценивается как 1 на 10-20 тысяч случаев. Чаще всего 60% – это на нейромышечные блокаторы, и в 20% случаев это аллергическая реакция, как расценивалось наведение лазикса. Очень интересная работа. Вышла сейчас кандидатская диссертация из стен университета Мичникова. Это наши коллеги судебные медики. Они посмотрели около 70 случаев последствий интубации у пациентов группы с травмой шеи, без травмой шеи, которые экстренно госпитализировались в больнице, и которым экстренно выполнялась интубация. Так вот, самое интересное, что вне зависимости, была травма шеи или не было травмы шеи, вне зависимости, на скорой помощи или уже в стационаре, получили очень интересные результаты. На обществе, когда этот доклад был, он вызвал очень большое количество вопросов, несогласных мнений, но сами факты. Кровозлияние в области ткани были выявлены в 66% случаев. Различные повреждения щитовидного хряща были выявлены в 36% случаев. Тут все непосредственно зоологические единицы отражены. Повреждения перстевидного хряща в 34% случаев были. Трещина не так опасна надлом, он близок уже к перелому. И автор этой диссертации делает вывод, который во время защиты вызвал самое бурное возражение со стороны судебных медиков. А для нас это чрезвычайно важно. Переломы подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи, образование которых обусловлено правильным алгоритмом и техникой выполнения интубации трахеи, является не дефектами оказания медицинской помощи, а ядрогенными повреждениями, осложнениями лечения исследования не могут расцениваться как вред, причиненный здоровью человека. Почему это очень важно? В наших руках хоть какая-то есть зацепка при юридических разбирательствах. Обратите внимание, медицинские критерии по причинению здоровью человека. Приказ от 2008 года Министерства соцразвития. Пункт 6.1.5. Перелом хрящей гортани или других хрящей, или трахеальных хрящей, является вредом здоровью опасным для жизни человека, создающим непосредственную угрозу для жизни. То есть является тяжким вредом здоровью. Это уголовное преследование. Как повысить безопасность? Как ответили и попытались ответить во время опроса врачи-анестезиологи? Они отметили, что в основном идет недостаточность материально-технического оснащения, недостаточность теоретической подготовки. Ну и организационные вопросы ссылаются в основном на кадровый дефицит. Поэтому, чтобы избежать тех проблем, которые возникают, нужно попробовать осуществить следующее. Зарубежным коллегам несколько проще. Они вот пошли по такому пути, по которому я думаю, что в принципе и мы должны идти. Существуют следующие компоненты безопасности пациентов. Это выполнение руководящих признаков, принципов. Это совокупность знаний, опыт врача. И на основании этого выполнение различного рода мероприятий, в которые включают себя отчет об инцидентах, контрольные листы, чек-листы, так называемые разработка клинических протоколов. Хельсинская декларация по безопасности пациентов в анестезиологии, она юридически закрепила программы по обеспечению безопасности в анестезиологии. Обратите внимание, как Европейский совет по анестезиологии создал, так и одобрено это Всемирной организацией здравоохранения. Существует 10, возможно, сейчас уже больше различных протоколов, но это на 2013 год, протоколов действия в сложной ситуации врача-анестезиолога, придерживаясь которой врач, с одной стороны, более эффективно оказывает помощь, с другой стороны, юридически себя защищает. Что мы имеем сегодня у нас? С одной стороны, созданы клинические рекомендации, протоколы в нашей стране, но, с другой стороны, в отличие, скажем, от опыта наших зарубежных коллег, не были учтены, например, клинические рекомендации смежных специальностей. В частности, если речь идет о периперационном введении пациентов с сопутствующей ишемической болезнью, то рекомендации кардиологов и рекомендации анестезиологов, они несколько отличаются друг от друга, поэтому, когда юрист будет смотреть на случай, который разбирает конкретно, можно сказать, однозначно сложно. Кроме того, уважаемые коллеги, то, что мы говорим, доказательная медицина, сегодня она доказательная медицина, а завтра она уже является недоказательной медициной. Я имею в виду какой-то определенный признак. Вот индекс Гольдмана, индекс Ли, да, высокая очень чувствительность, казалось бы, на самом деле она, видите, чувствительность не очень большая, при необходимости чувствительности и специфичности метода до 80%, а здесь 50-60% случаев. Поэтому, конечно, к доказательной медицине мы должны относиться правильно, но с точки зрения, в общем-то, определенной осторожности. И последний, в общем-то, слайд, который подытоживает, я больше высказываю, наверное, свое мнение, мнение ряда коллег, вот, в частности, Зульфия Абдулловна, которая здесь присутствует, Зарейпова. Что нужно сделать нам? Первый вопрос, это мы должны обеспечить оборудованием, оборудованию отделения, исходя из этого оборудования, то, которое у нас есть, какие есть медикаменты, мы должны иметь междисциплинарные протоколы, желательно протоколы, максимально, конечно, приближенные к протоколам, которые приняты Федерацией. Дальше, обязательно обучение, это логистика обучения, выработка критериев оценки обучения, и обязательно контроль. И вот по контролю очень важно, вот было выполнено в свое время тоже диссертационное исследование, только первые три месяца после непосредственно получения тех или иных знаний, эти знания сохраняются, а потом они резко уменьшаются, и непосредственно уже к концу года они достигают только половины, иногда и меньшего процента знаний. И в заключении, конечно, прав Миллер, что дальнейший прогресс в области безопасности пациента при анестезии потребует междисциплинарного исследования, профессиональной подготовки, совершенствования систем безопасности и организационного обучения и вовлечения всех уровней системы здравоохранения. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо.